Дорогие друзья, наша сегодняшняя презентация на очень интересную тему о русских деньгах в Лондоне или как российские финансовые преступники продолжают использовать в Британии. Тема не нова, она постоянно обсуждалась, в том числе и на основании моих презентаций на форуме о финансовой преступности в Кембридже, а последний раз я ее презентовал год назад на «Русской бизнес-неделе» в London School of Economics. Но презентация постоянно обновляется, апдейтируется, и я думаю, вы можете найти в ней довольно много для себя нового. Следует сказать, что британское руководство, британское правительство много лет совершенно четко представляет себе, что Лондон – это столица грязных денег. И вот знаменитая фраза Бориса Джонсона, что олигархи, российские миллиардеры, чувствуют себя в Лондоне как ангутанг в джунглях Суматры. Мы постараемся сегодня поговорить о старых историях проблем Лондона с российскими грязными деньгами, новых временах и новых мошенниках, печальной истории так называемых unexplained wealth orders, и также немного об экстрадиции в Россию, в той связи, которую она имеет с грязными деньгами. Я хотел бы сначала очень коротко охарактеризовать термин, который я буду использовать в своей лекции. Это термин «банкстер». Это такой специальный квази-юридический-политический термин, который обозначает банкира, одновременный гангстер. То есть банкира задействована в серьезных финансовых мошенничествах. И он очень часто применяется к российским банкирам, бежавшим в Лондон или в Европу, или даже в Америку, и обозначение их роли, их бывшей деятельности в России. То есть сегодняшний вопрос, он как бы для нас складывается из двух. Почему Британия может остановить поток грязных денег из России и СНГ? И почему мошенники из России и СНГ до сих пор бегут очень упорно в Британию? Если мы коснемся старых историй, британские прецеденты, они создали фактически достаточно существенный пласт существующих британских прецедентов относительно так называемых гражданских коммерческих мошенничеств, различных способов замораживания активами, и в том числе и общения с различными российскими сложными, и не только российскими, но и из СНГ сложными ситуациями. В частности, знаменитое дело «Банк Москвы против Бородина» — это уголовное дело, которое до сих пор развивается, и, насколько известно всем, господин Бородин достаточно успешно от него отбивается. Знаменитое суд Березовского с Абрамовичем — огромное дело, которое 10 лет почти гремело в Лондоне и в Англии, и до сих пор оно развивается, продолжает развиваться, правда, очень интересично это дело, коммерческий банк «БТА» против Аблязова, и его ответвление — это коммерческий банк «БТА» против Аблязова, которое, как я сказал, до сих пор развивает. Я не буду останавливаться на количестве и размерах банкротства российских банков, слайд их достаточно подробно объясняет, но это только часть. Разумеется, их гораздо больше, и огромное количество денег, начиная от банкротства Банка Москвы, банкротства Банка Траст, и банкротства других банков, таких даже известных, как Мастер Банк, они породили огромный поток денег, который прошел иногда через Европу, иногда через другие страны, и в значительной степени оказался в Британии и породил для нее свойственные, часто обсуждаемые проблемы. Одно из знаменитейших дел — это дело Банка Траст, где сумма, в общем, пропавших денег была весьма существенно, превышала один миллиард, и все это произошло из-за активной деятельности руководства, которое занималось так называемым специальным управлением проектами, которое селектировало проекты, финансируемые за счет банка, за счет займов из банка, на проекты, которые им нравились, которые им не нравились, то есть в которые они вкладывали деньги, и часть проектов, условно говоря, было видно, что они неэффективные, эти проекты бросались, а часть проектов забиралась с самими руководителями, акционерами, топ-менеджерами, которые часто совпадали в одном лице, и впоследствии они ими активно использовались. Банк, как нам всем известно, подал соответствующий высокий суд против акционеров и менеджеров, которые скрывались частично в Британии, и было возбуждено соответствующее, естественно, уголовное дело. Но активы по ходатайству, значительные активы, включая очень серьезные объекты недвижимости, в том числе в городстве Кент и в городстве Сарой, были арестованы, хотя ответчики пытались, так сказать, решить вопрос, этим арестом суд не внял их аргументом, и указав, в частности, что аргумент ответчиков, который они использовали и в слушаниях по отмене ареста, и впоследствии в слушаниях по сути дела, то, что они называли управление счетами, то есть то, что они фактически не показывали определенные проблемы, проблемные займы, и другое, для того, чтобы обеспечить спокойствие акционеров и вкладчиков и держать банк на плаву, является не более чем типичным понзевским, то есть мошеннической схемой, и ни в коем случае такая схема не может быть адоблена британским судом, как нормальная схема управления банковской группой. Но, что характерно, что небезызвестный глава банка Траст, господин Юров, совершенно нормально, совершенно без проблем получил статус политического беженца, когда он заявил, что он является политическим беженцем по делу ЮКОСа, в котором он тоже был причастен, но, как всегда, он забыл упомянуть, а британское правительство было уточнить, что господин Юров-то давал показания как свидетель обвинения, и они занимают очень большой объем, в общем-то, как многих участников дела ЮКОСа, судили на основании показаний господина Юрова. И, несмотря на то, что в самом деле банк Траст в гражданском был установлен на шкурсбук один Юров, в общем, очень ненадежный свидетель, многократно брал суду, и господин Юров получил статус политического беженца таким образом, надлежащим способом, по делу ЮКОСа, который не имеет никакого, на самом деле, отношения к совершенным им действиям, которые были описаны подробно британским судом, оно не имеет никакого отношения, но, тем не менее, он соответствующим образом зачищен. Здесь мы видим натуральное такое, скопированное с фотографией спины господина Юрова на его яхте, которая была опубликована одной из ведущих мировых газет, очень большая статья о деле господина Юрова, участие там западных специалистов. Знаменитое дело, тоже относится к которому историческим, и там называемое дело президентского банкира, руководителя Межпробанка и собственника господина Пугачева, который считался лицом, входящим чуть ли не в самый близкий к Путину, но после того, как его банк начал испытывать существенные материальные проблемы и фактически стал банкротом, он вынужден был бежать в Британию, но, впрочем, оказался владельцем достаточно больших активов, которые были выведены до три офшорных троста, и таким образом находились как бы формально вне достижений, вне рук российского правосудия. Хотя против него было вынесено решение в России на очень существенную сумму, господин Пугачев, тем не менее, пытался защищаться в Лондоне, но, как обычно, дело, когда была осуществлена попытка, достаточно успешная процесса против него в Лондоне, он это дело проиграл, и более того, суд указал, что само факт, что он как бы спрятал активы и деньги в тростах, которые были введены из банка очень существенно, они не являются препятствием тому, что эти тросты могут быть, что эти активы могут быть подвержены взысканию. Суд упомянул, что это было бы очень просто, если бы свое лицо ввесят деньги даже в дресс-кредиционные тросты, скрыло бы ее взыскание. И, соответственно, испробовал использовать несколько доктрин, включая доктрину о создании тростов с аминомошеннической целью. Таким образом, в настоящий момент достаточно активно распродаются господин активы господина Пугачева, который после того, как суд установил, что им было допущено многочисленное нарушение приказа о заморозке активов, приказов раскрытия информации и иных приказов суда, включая достаточно большое их количество, он фактически бежал во Францию, упомянув гражданство, которое он имел, заявив, что ему в Британии не обеспечена соответствующая защита от ему и членов его семьи. В настоящее время его жена, у них произошел фактически развод, она находится в Британии, активно жалуется на то, что муж не предоставляет ее и детям содержание, а господин Пугачев охотится в Франции, пытаясь судиться за Российской Федерацией, заявив к ней требование за якобы конфискацию, незаконную конфискацию активов вашей на 12 миллиардов. Но суд, Тайтийский суд в Гаге пока воздержался от признания юрисдикции, в этом деле указав, что господин Пугачев не является надлежащим истцом. Не менее интересное дело было связано с господином Трефиловым, оно достаточно известно, в котором господин Трефилов пытался препятствовать исполнению суда, решений российского суда в Британии, на что, надо сказать, ему британский суд, весьма как бы весьма обоснованно с точки зрения российских юристов, заявил, что, в общем-то, заявлять те аргументы, которые он заявлял, пытался заявить в английском суде, надо было заявлять в российском суде давным-давно, в частности вопрос о том, что та гарантия, которую он выдавал бы на ненадлежащей форме, он вообще не подписывал. И таким образом суд указал, что он не может уже повторно возвращаться к тем вопросам, и никакого вопроса о естественной справедливости или ненадлежащем раскрытии информации, а также ненадлежащем направлению уведомлений тут нет. Соответственно, интересным был и вопрос господина Шкурихина, который бы тоже пытался защитить себя путем создания своей активы путем создания траста в Лихтенштейне, но, тем не менее, суд установил, английский суд заявил, что поскольку он фактически имеет возможность либо распоряжаться, либо получать активы из траста по своему желанию, траста активы могут быть подвергнуты взысканию, и это ни в коем случае не является таким уж хорошим средством защиты. Знаменитое дело господина Чернякова, которое достаточно много гремело, с которым судился уже нам известный Банк Москвы, когда господин Черняков утверждал, в частности, также опирался на то, что решение было против него на достаточно существенные суммы, было получено путем мошенничества, он не получал уведомлений, и также были напущены другие нарушения. Суд также указал, что аргументы его, в частности, когда он говорил, что правительство Москвы вступило в сговор с банком, чтобы лишить его бизнеса, иск из его конкурентов одновременно достаточно необоснованно, потому что они имели возможность гораздо быстрее расправиться с ним, как бизнес-партнером, если они прекратили бы давать ему кредиты. Также было указано, что решение английского, что те аргументы, которые он пытался заявлять в иностранном суде, должны были заявляться и в российском суде, а не разыгрываться уже постфактум. Кроме того, естественно, господин Черняков пытался указывать, что он не был уведомлен, на что суд резонно возразил, вы представили свой адрес, вам направляли это уведомление, и, разумеется, это ваша обязанность уведомить ваш кредиторов, что адрес изменился, а так это уведомление надлежащее. Надо сказать, что господин Черняков попал же в небо в очень неприятную ситуацию с приказом суда о том, что он нарушил, допустил целый ряд нарушений, допустил неуважение к суду, на него были наложены соответствующие санкции, он вынужден уехал сначала в Германию, потом в Польшу, там попал в эстрадиционную тюрьму, впоследствии попросил, сказав, что ему достаточно европейского правосудия, он попросился выдать в Россию, где, кстати, просидел достаточно меньше года в тюрьме, он в предварительном заключении, он был выпущен, и, насколько понимаю, сейчас находится не в заключении. То есть вот эта совокупность так называемых старых банковских дел показывает, что они были достаточно неудачны, начиная с банка Trust, где активы их учредителей и бывших топ-менеджеров находятся под арестом их супруг, и кончая буквально неизвестным делом Аэрофлота против Березовского и его коллег, где все ответчики оказались фактически мертвы. Ну, впрочем, английский суд не установил, что там отличие каких-то отрицательных причин. В общем, вся история дел старых банков свидетельствует о создании целой сети отрицательных для российских мошенников прецедента, что они могут так успешно скрыться в Британии, защитив себя от всяких проблем с Россией. Да, уголовная защита, защита от экстрадиции довольно часто срабатывала, как в деле банка Trust, но защита от гражданского права и претензия от так называемого коммерческого мошенничества политическое убежище не представляет. Новые времена, новые банстеры и новые возможности общения с ними. Знаменитые дела господина Бижамова, внешпромбанк, родство внешпромбанка, значит, огромные суммы исчезнули, уже порядка чуть ли не трех миллиардов. Господин Бижамов бежал сначала в Монако, другом принца которого он является, благодаря участию в спортивной деятельности, то есть господин Бижамов был условно добровольно главой одной из спортивных федераций, и впоследствии князь Монако, в общем, обеспечил его свободный выезд в Британию, где господин Бижамов, тем не менее, не спрятался от претензий. И на него была даже, наверное, так называемая публичная охота. Вот мы видим по Мэйфуэре из центра Лондона, мы видим такие очень интересные, так сказать, платформы с интересными объявлениями, что отслеживаются активы, сообщите нас об активах господина Бижамова и сестры, и вы получите вознаграждение. Сейчас активы господина Бижамова тоже на значительную сумму заморожены, однако он получает весьма согласие суда, весьма большое мечное содержание, чуть ли выше 300 тысяч фунтов. Также ходят слухи, что он пытается получить политическое убежище в Британии, что не исключено, и состоится. Знаменитое дело так называемых православных банкиров, прямо в параллель господина Пугачева, известные братья Ананивы, которые владели промсвязь банком и с научительными активами в IT и в недвижимости. Параллельно там развивается крупное уголовное дело, которое не дело о растрате, а значительной суммы из банков, но пока бывшие владельцы кредитных унтов банков, которые они вложились под влиянием убеждения, что в них вложиться гораздо более выгодно, чем просто положить деньги на депозиты, пытались дискать эти деньги в Лондоне. И надо сказать, что господа Ананивы продемонстрировали очень большое упорство и выиграли первую схватку, когда суд сказал, что включение некоторых британских компаний в качестве ответчиков не создает юрисдикции, поскольку это было сделано искусственно. В настоящий момент, насколько известно, бывшие британские истцы, они же российские граждане, готовят иски к господам, претензии к господам Ананимы в Америке. Как дело пойдет с взысканием с делом относительно растраты, мы увидим позднее. Известное дело господина Минц, его семьи, его, в частности, сыновей, господин Минц известный филантроп, он попал в неприятную ситуацию, когда он неудачно инструктуризировал активы путем обмена броса бандов компании входящую в структуру на практически погашение этими бандами реальных займов на очень существенные суммы. В результате это выродилось, как мы понимаем, в уголовное дело и в гражданское преследование. Его активы заморожены, и на существенную сумму около 600 миллионов. Но господин Минц владеет существенными активами во всем мире где-то больше 140 объектов известны, в том числе и изучительные объекты недвижимости. И одновременно господин Минц находится в одном из санкционов американских списков, так что не совсем понятна его судьба с политическим преследованием по статусам политического беженца. Хотелось бы добавить пару слов о так называемом «explained world orders». Российские инвестиции в Британию, надо сказать, в качестве предварительного замечания были, составляют несколько десятков миллиардов долларов. Плюс, учитывая активы господина Абрамовича, огромные активы ряда олигархов, знаменитого Хайт Паркона, ряд других активов, как знаменитые объекты недвижимости, которые принадлежат господину Гурьеву, господину Бородину. Известно, что большое количество так называемых золотых виз, инвестиционных виз было выдано российским гражданам, провяжено около 1 миллиарда инвестиций. Угасоченное количество IPO на London Stock Exchange, говорят, до 25% от общего количества. Ну и плюс, где-то в районе 50 миллионов фунтов каждый год поступает на счета разных частных школ и университетов от родителей в большинстве российских студентов. То есть в Британии существуют достаточно серьезные финансовые интересы российских состоятельных, просто богатых людей до сих пор. Далее многие знают, что благодаря закону о criminal finance было введено понятие Unexplained Failure Order, который является приказом суда, который может быть вынесен на основании представлений пяти ведомств, включая ЧМРСИ. И это приказ суда, который направляется соответствующему лицу с требованием объяснить источник его доходов, на которые прибыли цена, в частности, недвижимость, и объяснить, откуда эти деньги взялись. Это гражданско-правовой инструмент, не уголовно-правовой. И он, в принципе, является орудием осуществления расследования. То есть на его основании только потом суд, после получения информации, может рассмотреть полученную информацию и сказать, является ли это, подлежат ли активы конфискации. Надо сказать, что я осуществил небольшой ресерч на тему Unexplained Failure Order. Их история достаточно мало изучена, малоизвестна. Известный, знаменитый приказ, который еще и окончательно не исполнен, и по которому произошло много процессов, вплоть до Верховного суда относительно так называемой измери Хаджиевой, известной Хэротс-леди, которая покупила на огромную сумму в Хэротсе различных товаров по порядку 15 миллионов долларов. И в настоящий момент это дело продолжается в части объяснения источника средств. Известное дело так называемого молдавского студента, сына бывшего высокопоставленного члена правительства Молдовы, который тоже непонятно откуда взял значительные суммы денег на покупку Бентли, на уплату за учебу, на уплату за снятие Пентхауза, за аренду Пентхауза. И далее целый ряд дел, достаточно которых касаются, хотя и существенных сумм, но их, так сказать, в отношении кого они были вынесены, неизвестно. Достаточно свежий приказ, который был рассмотрен, создал достаточно большой эффект. Это приказ относительно активов всей так называемой контролируемой членов семьи Назарбаева, то есть несколько очень дорогих объектов недвижимости на сумму то ли сто, то ли сто пятьдесят миллионов фунтов. Мы коснемся это через минуту, а буквально, но я хотел бы сказать, что все приказы вот эти, они, все истории с приказами, очень показывают характерные черты. Во-первых, то, что очевидно у всех жертв этих приказов, очевидная привычка многое необоснованно тратить. У них у всех отсутствует, как правило, источник дохода в Британии. Существует связь с лицами, родственниками, особенно находящимися под уголовными преследованиями. Это граждане часто бывшего СССР и каких-то странах уходящих. И, конечно, отсутствие подготовки документов для объяснения своих доходов. То есть они все представляют собой некие достаточно легкие цели. Ситуация же с активным Назарбаева была весьма интересна. Они начали активно защищаться, и члены семьи, и выиграли процесс. И, несмотря на то, что они обвинялись, что якобы для превратения активов используют цены, средства бывшего члена семьи Назарбаева Рахата Алиева, который умер в тюрьме в Австрии, и был подозреваем в совершении целого ряда тяжких преступлений. Но, тем не менее, им не удалось доказать, National Crime Agency не удалось доказать в суде, что приказ и на заморозку, и на объяснение источника происхождения активов был обоснован, поскольку суд сказал, что лица самостоятельные, у них самостоятельные понятные источники доходов, и никаких проблем тут нет. Что показывает, что публичные презумпции, что господин Назарбаев, где как-то был причастен к крупной коррупции, не всегда оправдываются в суде. Интересен прецедент к защите господина Абрамовича, который то ли выиграл дело, то ли договорился с тремя очень крупными газетами, которые обвиняли его в том, что он является кошельком господина Путина. Газеты были вынуждены извиняться и заплатить деньги определенной неизвестной суммы, правда, в указанный ему благотворительный фонд, а заявление ему было сделано на основании подобных же заявлений сторонников господина Навального. И господин Абрамович, несмотря на то, что он был фактически лишен инвесторской визы в Британии, тем не менее успешно получил израильское гражданство и может спокойно путешествовать, что показывает, что он ко всему готов и не так-то легко человека записать формально сторонники Путина. Что же касается экстрадиции из Британии, то хотелось бы заметить один только простой момент истории экстрадиции. Нам известно несколько дел, когда экономические преступники по достаточно несерьезным поступлениям экстрадировались из Британии, и суд принимал решение, что никаких оснований для их невыдачи нет. Что заявление о том, что они в России будут подвергнуты пыткам и условия содержания, их в тюрьме будут просто ужасные, суд не поверил, сказав, что он верит Российской Федерации, что Российской Федерации заявляет, что все будет обеспечено и нет оснований Российской Федерации как члену Совета Европы не верить ее заверениям. Несколько лиц было выдано. Однако после известной ситуации, особенно после Крыма и Солсбе, она поменялась, и я тут цитирую известное дело, когда суд первой инстанции сказал, что человека надо выдавать за мошенничество с НДС, и он мошенник, он пытался обмануть суд, никто его не пытал, он пытался свалить всю вину на оперативников ФСБ, и уважать гарантии России надо, но впоследствии в апелляции суд сказал, да, все по-равильному, а вполне возможно, все, что говорилось в суде первой инстанции, и правда, мы не видим оснований для отмены этих решений, что да, новое доказательство картины не меняет. Но тем не менее, мы, учитывая изменения политической обстановки, не можем больше верить Российской Федерации. И такая линия дел достаточно четко следует со судами в настоящее время, что нельзя России верить, людей будут пытать, условия в тюрьме плохие, и, соответственно, основываясь на политических, в общем-то, позициях, суды не выдают России. И если мы как-то, даже не пытаясь резюмировать, что-то пытаемся заключить из этого презентации, из моего рассказа, что можно только сделать вывод, что поток российских грязных денег в Британии не остановится, Британия, несмотря на декларацию, не пытается его остановить. Многие потенциальные банки и мошенники получают политическое убежище, приходят туда, да, их пытаются лишить денег через сложные дорогостоящие гражданские процессы, да, банки и российские кредиторы научились эти процессы проводить, но это дорого и долго, тем не менее, с учетом подхода к экстрадициям российским, российские деньги грязные сюда приходили, деньги из НГЭ приходят и будут приходить, пока политическое желание, пока политическая воля британского правителя изменить как-то ситуацию, и это не проявится. Большое спасибо за ваше внимание, буду рад ответить за ваши вопросы, вот мои реквизиты, и вы всегда можете направить мне письма, и я буду рад вам ответить в отдельной презентации или иным способом. Большое спасибо за ваше внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!